Наступило время духовной весны. С 18 марта у православных верующих начался самый длинный и самый строгий из четырех христианских постов – Великий. Традиционно он идет после Масленичной недели Прощенного Воскресения. Продолжительность Великого Поста – семь недель. Скажем так, его духовная составляющая – это воздержание и молитва. Мы знаем, что пост двух составен – телесный пост и пост духовный. Так вот, телесный пост – это воздержание от пищи, каких-то там увеселительных мероприятий, то есть сосредоточенность наших телесных чувств. Духовный пост – это, конечно же, молитва. Это покаяние, что самое главное. Ведь иногда даже люди приходят, а оказывается, что каяться особенно-то не умеем. Богослужение Великого Поста, оно именно направлено на то, чтобы человеке возбудить именно покаяние, привести его к этому. Калинопреклоненные молитвы, которые читаются молитвы, все направлены именно на это. Научиться человеку прощать, что тоже весьма важно. Потому что если человек имеет какую-то обиду в сердце своем на ближнего, то как он может соединяться со Христом в таинстве Евхаристии, причастия? И даже вот читая молитву «Отче наш», все ее знают, так, оказывается, можно Бога даже обманывать в этой молитве. Ведь мы как читаем? «Отче наш» и «остави нам долги наши, как и мы прощаем должником нашим». То есть прости нам наши грехи, как мы прощаем грехи нашим ближним. А если мы не прощаем нашим ближним, получается, мы Бога обманываем. В это время душа должна просыпаться от своего греховного состояния. И помимо искупления в эти 48 дней, стоит ограничить себя от вредных привычек и гастрономических изысков. Нельзя мясо, яйца и молочные продукты. Рыбу и морепродукты разрешаются есть лишь два раза за весь пост, на Благовещение и Вербное Воскресенье. Но, как и в обыденных земных правилах, здесь есть исключения. Если брать устав церкви, конкретно поста, то говорится, что первая, например, неделя – сухоедение. То есть мы вкушаем пищу, и то один раз в день, мы вкушаем пищу без постного масла даже. То есть сухоедение. Человеку, который болеет, ему же тяжело будет так, например, кушать. Поэтому тут особенный случай. Его священник смотрит на конкретный случай. Так, или тяжелая там работа физическая. Тоже человеку тяжело. Он пришел с работы, уставший весь. Жена ему на стол ставит картошку с огурцом маринованным. Говорит, ну пост, все. То есть, опять же, чтобы не было на этой почве ни руганий, ни скандалов, ни гнева. Надо все вот это вот смотреть, определенные случаи. Поэтому для людей немощных и болящих, конечно же, есть послабление в посту. С особой строгостью принято соблюдать первую и последнюю неделю поста – Страстную Седмицу. В эти шесть дней вспоминают последние дни земной жизни, страданий, смерти, погребения Иисуса Христа. Пост продлится по 4 мая включительно. А уже 5 числа православные верующие будут праздновать Пасху. Великий пост в католической церкви приближается к концу. Он начался в пепельную среду 14 февраля и продлится до 30 марта. Католическая Пасха пройдет 31 марта.